Приветствую вас, вы задаете достаточно серьезный вопрос, как мне кажется. И я хочу обратить ваше внимание на то, с чем связан страх старения, почему он, условно говоря, вообще появляется и что с этим в принципе можно сделать. Это как бы, ну, как с этим жить, существовать и проще. Смотрите. Сложность заключается в том, основная сложность заключается в том, почему же еще как бы это старение, это страх смерти. Страх смерти возникает же далеко не сам по себе, а потому, что по некоторым причинам человек боится умереть. Но возникает вопрос, а почему человек может бояться умереть? Почему человек может бояться смерти? На мой взгляд, это весьма и весьма хороший вопрос, на который вам можно поискать ответ. Смерть человек боится тогда и в том случае, когда, например, он себя ограничивает, когда, например, он себя в какой-то степени подавляет. То есть, когда есть вот какой-то, какой-то такой элемент подавления, я бы сказал. И соответственно, крайне желательно, чтобы вы увидели, так а в чем, собственно говоря, вы себя подавляете? Или почему вы себя подавляете? Что мешает вам, условно говоря, жить в своей жизни? Что мешает вам, условно говоря, двигаться, ну, по своей жизни? Почему вместо того, чтобы, там, ну, опять же, грубо говоря, вместо того, чтобы делать, ставить себе какие-то цели, да? Вместо этого, условно говоря, вы предпочитаете смотреть на других людей, да? Ну, сравнивать себя с этими самыми другими людьми, вот, и, как бы, и испытывать некоторое подоживание по этому поводу, вот. Вот тут, где-то, где-то здесь, начинается, образно говоря, обосценивание себя. Где-то здесь, где-то вот, где-то вот, ну, в этом вот моменте, где-то в этом аспекте происходит вот это вот, что вы начинаете обосценивать себя, свои цели, свои задачи, свои, свои... Желания, и все сводится только к тому, что я должна, там, быть молодой, если я, там, буду старый, то, там, все, жизнь, там, условно говоря, закон... Ну, жизнь закончилась, вот. Хотя, там, на самом деле, это не так, понятно, да? Ну, вот, опять же, то, что вы описываете, бывает довольно часто тогда, когда человек не чувствует, что принадлежит сам себе. То, что вы описываете довольно часто бывает, когда человек пытается оправдывать чужие ожидания. То, что вы описываете, бывает тогда, когда человек не слушает себя, не прислушивается к себе. То, что вы описываете, бывает тогда, когда человек условно самому сделает выбор, иначе он нуждается в поддержке, там, у кого-то, ну, не обязательно поддержка всех и всех, но может быть у кого-то, там, конкретного, да? Ну, поддержка, поддержка нужна. Вот. То есть, вот как-то, как-то вот так. Здесь. И, соответственно, у этого есть причина. Вот. Причина в том, скорее всего, что вы, как бы, как-то, ну, отчасти вот, к окружающему миру, да? А, к себе. Вы относитесь, ну, ну, мягко говоря, с высоким уровнем недовета. Я бы так сказал. Вы, высокий уровень недовета. И, соответственно, вот это недоверие, которое у вас возможно есть, оно как раз вам и мешает чувствовать себя, себя, ну, естественно. Вот. Как мне кажется. Я могу ошибаться, конечно. Вот. Но мне кажется, что проблема заключается в этом. Мне так кажется. Мое мнение. И, соответственно, вам здесь можно порекомендовать только, значит, работать над, ну, над собственной уверенностью. В себе. Чтобы вы старались быть, ну, быть более уверен. Чтобы вы старались больше полагаться на себя. Вот. Чтобы вы, ну, просто больше полагались на себя. Вот. Вот. Чтобы не было такого, что вам нужен, там, условно говоря, кто-то. Вот. Да. Вот. Чтобы вам нужен, ну, что вам нужен, какой-то человек. Другой человек. Вот. Чтобы чувствовать себя комфортнее. Чтобы чувствовать себя... удобнее, чтобы чувствовать себя приятнее, ну и так далее. Это вот тот самый нюанс, который определяет вашу реакцию, ваше восприятие, вот ситуация, которую вы описываете по сути. Хочется вам этого, обратно говоря, или нет. Вот то, что я могу вам сказать и то, что могу вам ответить. С точки зрения психологии, то есть с точки зрения психотерапии. То есть как бы это такие важные достаточно аспекты, на которые вам нужно обратить внимание. И дальше уже корректировать что-то, да. То есть как бы дальше уже смотреть, дальше уже двигаться куда-то. Вот, может быть в сторону уверенности в себе, да. А может быть в какую-то там, какую-то еще сторону. То есть я имею в виду, ну куда-то вот еще в какое-то направление, в другое двигаться. Ну вот, может быть, вариантов здесь достаточно много. Вот выбирайте, как говорят, выбирайте, выбирайте, я не хочу. Главное, чтобы только, ну, чтобы это решение было ваше, чтобы оно приняло, чтобы это решение приняло вам. А не кто-то другой, да, понимаете, о чем идет речь здесь. Если решение будет неважным, то вы не решите проблему, которая вас беспокоит. Условно говоря, до тех пор, пока вы не будете жить такой вот по-настоящему полной жизнью, пока вы не будете жить по-настоящему своими ценностями, да, своими потребностями, да, своими желаниями, вот, своими стремлениями. Пока вы не будете слушать, слушать себя, вот, ну, вы будете бояться, бояться старин, вам будет казаться, что там, ну, в определенном возрасте, да, как бы, жизнь оканчивается, вы будете бояться не успеть. И так подсознанием, таким образом, подсознанием, пытаются, пытаются донести до вас, что вы действительно не успеваете. Что вы действительно себя, ну, ограничиваете в чем-то, что вы действительно, как бы, ну, ужимаете себя. Это правда. Но дело здесь не в старине, дело здесь не в возрасте, а дело здесь в том, насколько, насколько человек живет, вот, свою жизнь полной, насколько он проживает свою жизнь полной. И если есть всякие трудности, то подсознание всегда найдет, найдет способ это сказать. Донести, вот, до человек, даже как, как, вот, доносит до вас в данном случае, вот, хорошо ли там, плохо ли, да, это, ну, это, это не так важно. Важнее гораздо то, что, ну, вообще гораздо важнее то, как, вот, вы, ну, вы реагируете на это. Вот, понимаете, какая штука, вот, если вы на это реагируете, вот, как бы, ну, негативно, да, то если вы на это реагируете негативно, то вы, как бы, как бы, пытаетесь удержать себя в иллюзии, да, пытаетесь удержать себя в иллюзиях, вот, и, как бы, особенно ничего не получалось. Ну, потому что, в иллюзии себя удержать невозможно, в силу того, что жизнь, она, так или иначе, ну, показывает, что верно, а что нет. Ну, я думаю, что понимаю отчасти причину вашего, такого, вот, ну, такой позиции, да. Я так думаю, что понимаю, потому что мне кажется, что, вот, ну, в какой-то степени это может быть связано с тем, в какой, ну, культуре вы живете. То есть, условно говоря, эта культура может быть у вас восточной, вот, если культура восточная у вас, вот, что ничего удивительного нет, конечно, конечно, что вы зависит от, ну, от других людей, вот, потому что так вы привыкли, вот. Ну, всегда ли это хорошо, вот, в чем вопрос, и, насколько это соответствует вашим, ну, представлениям, там, например, о жизни, о людях и так далее. И мне кажется, что вы не обратились бы к нам, если бы вас все устраивало. Поэтому я осмелюсь предположить, что где-то мне души бы недовольны той системой ценностей, которая, ну, сложилась вокруг вас. Но поменять ее для того, чтобы ее поменять, как бы, как бы, нужно, нужно смело, смело. А вот, но вот, что ли, мы ответили. И вот, мы ответили, это, в принципе, очень, очень, очень. Мы ответили, что-то, ну, что мы ответили. Мы ответили. Как меня кажется, это былоно, как-то даже не это было. Поэтому подумайте, в каком направлении вы хотели бы двигаться, подумайте пожалуйста, в каком направлении вы хотели бы идти, и выбирайте себе психолога, если решите сработать над собой, и проведите несколько сеансов для того, чтобы гармонизировать в какой-то степени свои представления и потом... так и стоя на этом, и все, чтобы не было это реально, и... Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который задает. На этом все. Я надеюсь, что ваша ситуация изменится. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Вот, надеюсь на вашу обратную связь, когда, если бы все переварите, что я вам сказал, ну я и коллега, может быть, тоже. Вот. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго. Будем надеяться на вашу обратную связь. Пока-пока.